Дорогие друзья, поехали, поехали, поехали. Итак, Волосина Татьяна, Александр Алексеевич, привет, Александр Николаевич, привет, Юрий Владимирович, привет, попадается свежая фамилия, но мало. Так, добрый вечер. А, не отсюда, на чем? Алексей Виноградов, привет, старый кадр, старый гвардейец, старая гвардия, Леонид, привет, с Казахстана. А, Кострома, привет, Курган, привет, Валентина, Борис Соловьев, привет, Пареас, добрый вечер. Кузнецов, казачинская, приветствую всех, ВК, подскажите, пожалуйста, выписал ваши косточки абрикоса, сейчас посадил осенью на холмы, а сейчас терапевтируется в холодильнике. Так вот, на холмах посадена земля, начинает потихоньку оттавить и подсыхать, нужно поливать или не надо, но сходу еще нет, не высохнут, лекоски не поливают. Высохнут, поливают обязательно, на холмах сходит очень плохо. У меня есть море примеров, когда именно на холмах, а еще лучше на грядах, делаются люди как-то хитрят, допустим, вроде бы гряда, но сверху плоская. То есть, получается она как бы трапециевидная, так скажем, чтобы все-таки хоть немножко не получалось так, что вот это место, вот где видите, где костяшки, оно самое сухое. Конечно, надо хитрить. Так что поливать надо. Может не ходить влаги на просыпание хосточек. Эльвиров, добрый вечер. Данила, я с вами. Михаил, привет. Наталья Русич, добрый вечер. От теоретика садов. Теоретика, это вы как бы с юмором, то есть, теоретика, значит, у вас практика ноль. Зато вы знаете все, как надо это. По традиции, вы стародили в этом, может быть. Может, вы с юмором написали. А может быть, у вас есть диплом, который никак вам не поможет вырастить сад. Ну, давайте, Наталья Русич. Гоп да куча. Так, Татьяна. Мира всем. О, привет, Виталий. Что-то давненько не писал. Всем добрый вечер. Хочу дать совет желающей вывести абрикосы без потерь. Никогда не выращивайте штамп абрикосов в пустовидной форме. Обязательно сгниет. Если даже будет, косточек посажен правильно. У меня даже на штампе в местах отмирания, как пьяцов, летом начинается камедия течения. А на следующий год отмирает камбия и появляется сухая древесина. Так, ну-ну-ну-ну-ну-ну. Отмирает она не от этого, что низко. Вот. Абрикос имеет историческую родину. Вот. У нас самая лучшая абрикосовая сады только в горах. Вот здесь, в наших местах. Чтобы у меня почти ровное место, и то у меня склон есть. На ровном месте врачи трудно. А если еще и высокий снег, от полуметра до метра. Довольно быстро. Это их так сказать. Ну, как он скажет. Представим себе человека. Какой бы ни был он любитель воды. Но он не может жить в воде. Пусть он чемпион мира по плаванию. Пусть он огромное количество времени проводит в воде, в бассейне. Ну, чем это кончится, если еще больше бывает в бассейне, сидеть в воде. Пропадет, болеть начнет, гнить начнет. Вот. Так и тут есть предел, где можно выращивать абрикосы. В ваших краях абрикосы, значит, не потому, что он имеет пустовидную форму. Вот. У меня бесснежие. Я никогда не скрывал. Во многих успех абрикосов в наших краях. Не только у меня. Вот. Очень мало снега. Очень мало. А на случай, когда все-таки много, есть посадочная уже не яма, а посадочный холм. Вот. И представим себе, что холм это 20-30 сантиметров. Это то же самое, которое заменяет. То есть, уже не надо отрезать нижние ветки, которые якобы должны сгонить. Ну, так, в общем, пока, в общем-то, и примерно так я и хотел сказать. Светлана. Добрый вечер. Смотрю вас впервые. О, еще наш человек. Скажите, можно ли у вас заказать саженцы? Свердовского ул. Записывайте телефон моей невестки. Вот. Мы заканчиваем этот процесс в этом году. Она заканчивает. Ну, я так помогаю немножко. Вот. Один из лучших садоводов России. Сидит по полсуток на кране. Вот. Зарабатывая деньги. Потому что садоводство плохо кормят. Вот. А он агроном. Это принято у нас так. Вот. А вы свяжитесь с Татьяной Александровной Железовой. С моей невесткой. С его женой. Восемь. Девятьсот. Тринадцать. Четыреста. Сорок четыре. Тридцать один. Семьдесят восемь. Только уже не сегодня. У нас уже поздно очень. Она еле живая. Все эти дни. Паковка посылок и прочее, прочее. Вот. Сейчас остались после посылок. Осталось некоторое количество саженцев. И я даже скажу. Я даже скажу. От своей имени. Что я буду делать. Вот тут у меня есть несколько фотографий. Раз уж вы упомянули саженцы. Я тоже буду продавать. Почему? Сергею некогда. Вот. После храна только спать и спать. По двенадцать часов работает на хране. Вот я сейчас покажу вам пару саженцев. Сейчас, 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 сейчас. Вот. А ну хотя бы вот эти. Вам сейчас покажется вот это жутью, да? Видели? Дело в том, что в прошлом году, позапрошлом, было в самые трудные времена. Родился ребенок. Вот что-то по минимуму делали. А потом еще магазин здорово открыли. А единственный магазин, и тот никто не ходит. И деревня большая. Почему? Ну, догадались. Нищета. Вот. Он себя не оправдал. Времени не было. Нормально. Развитие было такое. Надо было во время пить седоков рядом. Пока он был малюхантый. И выпрямить его. И он бы сейчас стоял бы тысячу рублей. А он, видите, плодовой ветки. Он сейчас зацветать собрался. Ему всего два года. А вот за ним, вот второй саженец. Вот посмотрите внимательно. Вот. Вот так смотрите. Вот видите, вот этот. Он был бы совсем хорош. Но. И вот тоже во время не топ-кол не вставил, не выпрямил. Так я буду продавать. Я говорю, Сергей говорит, я позориться не буду. Я говорю, не позорься. Я буду, у меня уже поздно переживать. Деньги нужны. Я буду продавать все деньги вам отдавать. Потому что есть два маленьких ребенка, которые, это, моих внуков. Их кормить надо. Поэтому. Значит, я возьму этот саженец, продам. Уже не за тысячу рублей. Вот этот совсем уж кривую. За 300 рублей. Бойко пойму аккуратно. Обрезку сделаю. А потом вот так вот, если я вот так вот выпрямить. Он будет кривоват, но он все-таки будет прямой. По прямей. Вот. А 300 рублей не хотите давать? Не надо. У вас не будет прекрасного сорта. А это самая лучшая сорта в мире. Вот. Только одних названий. Как звучит, как музыка. Вот. А не название. Но я сейчас не буду вас дразнить. Итак, вы поняли. Я вот такие саженцы взялся продавать. Потому что он сказал, я позориться не буду. Я буду позориться. Смотрим сюда. Что можно делать с этим саженцем? А ничего. Возьму ВКП. Вот. Центрального штамба, центрального проводника нет. Не надо. Не надо. Вот тут отрезали. Вот тут отрезали. Вот тут отрезали. Вот тут нарастут вот такие вот волчки. Кстати, вот это вот. Внимание, друзья. Учеба есть учеба. Видите вот этот волчок? Видите? Дерево. А еще раз. Оно привитое. Я специально выбирал самое безобразное. Казалось бы, безобразное. Оно привитое. В какой-то момент. А еще раз говорю. А это, почему нельзя, почему злоба берет? Они же не понимают эти разницы между сиенциевым деревом, у которого более-менее аккуратная форма. Причем даже вот эта аккуратная форма, идеальная практически, только груши и абрикосы имеют ее пирамидальные. От природы так заложено. А их злоба разбирает, а не давая эту крону раскрывать. Калечить дерево и вообще уничтожать его. Это принято. Они не знают про всех вещей. Если вдруг... А это боковая ветка была. Должна была быть. А ее выпрямили. Сделали из нее целое дерево. А значит, она растет хаотично, так как она растерялась. Вначале она росла вот так. Пошла в разные боки. Видите? Что случилось потом? Потом оно опомнилось, потому что дерево, любая горизонтальная ветка должна дать вертикальные побеги. А это волчки, но законные. Это почка законная. Вот это почка законная. Поняли? Это все законно. Это даже не те, которые называются волчки. Волчки из двух типов. Еще раз. Законные и незаконные. Но дальше я уже углубляться не буду. Что? Если вот тут отрезать. Видно же хорошо, где моя стрелка. Вот тут отрезать. Так? Если вот она вверх пошла. Вот тут отрезать. Вот видите ветку? Вот тут отрезать. Вот это укоротить. Получится вполне... А вот эти... А, кстати, а сами волчки тоже подрезать. Пересадка – это уничтожение части кроны для лучшей переживаемости. Итак, отрежу, отрежу, отрежу. Это я буду резать вам. А потом скажу. Вы знаете, это вначале отрежу, отрежу, отрежу. Саженцы симпатично. Извините. Два таких саженца заменят тот тысяча рублей. Вы давайте два по пятьсот. Возвращаясь к которому буду. Вот так примерно. К этому возвращаюсь. Вот этот вот, который можно выпрямить. Можно быть за пятьсот. А вот этот совсем корявый. За триста. В общем, поняли, да? Сама идея. Это я вам буду предлагать. Почему? Собака на болзлонок. Я же примерно эту идею высказал. Что я буду продавать. Схильно скидывать цену. Вон, посмотрите. Вовремя никто не может быть. Плеточка лоб. Никто вовремя не выпрямил. Растет так. Как растет боковая ветка. Привет, она боковая ветка. Поэтому она такая корявая. Их нужно еще умудряться с них саженть сделать. Вот они, триста рублей. Аук совсем. Давай, тут отрежьте. Давайте за двести. Вот мои пределы. Ну, абрикосы чуть дороже. Поняли, да? Вот. И не надо тут смеяться. Не надо издеваться. Вот. Есть повод поиздеваться этим самым. Выпустить оптимирезуки. Но они так как специально отвернулись. Якобы мы никогда вас не слушали. И не будем слушать. Туда им нельзя давать комментарий. Иначе окажется, что они хоть на ус мотают. Вот. И наконец-то узнают, что опрыскиванием. Пользуя от него, от вашего опрыскивания, больных гнилых деревьев. Это то же самое, что дезодорантам. В реанимации больных лечить. Дезодорантами, одеколонами. Что приятный пах тогда встанет. Вот так вот. Поняли эту идею. И возвращаемся мы обратно к нам в этот самый вебинар. Смотрим дальше. Итак, про саженцы. Я продиктовал телефон. Еще раз. Невестка. Татьяна. Телефон. 8-913-444-3178. Что осталось? Кто-то живет в Абакане, Минусинске. Приезжайте, и он еще останется. По посылкам. Сегодня она сказала, больше высылать не буду. Все нервы вымытаны. Сегодня я лично. Последние 7 посылок. Помогать-то надо. Сергей Насминник. Я в свою машину затолкал 7 здоровенных посылок. Так что потом это. В местах осталось только одному сеньке. 7-летнему. Вот столько. На заднем сиденье. Такие большие посылки. А машина немаленькая. Я привез транспортную компанию. Из 7 взяли 4. Причем взяли 3. А 4, где его? Может вы меня слышите. Нервы ватали. А в селе нет представительства. А до города мы не знаем сколько. Может 20 километров, может 200. А согласиться. А в день теряем. Они же в посылке лежат, а на улице жара. А вот так вот нервы помотали. А те, которые точно не взяли. Не взяли. Это вы должны знать. Казахстан. Все, теперь наотрез. Я вам не говорю, что там с саженцами. А мы обязаны вскрыть. Может это связано с войной. Не знаю. Но у нас войны нет. У нас есть операция. Может это связано с операцией. И не взяли две посылки в Казахстан. И одну не взяли в Минск. Ну хорошо. Я их отвез на почту. Только тут уже получается платить надо самим. Не когда привезут, гоните монету. А самим заранее платить. И это дороже. Это уже понятно. И надо быстрее выучить. Тоже почтой. Если вот здесь вот такая же посылка стоит 763 рубля. То тем может быть и дешевле дороже. А не полегче с одной стороны. А с другой стороны все-таки за границей. Все, поговорили. Дальше идем. Иван Мова. Добрый вечер. Весна идет. 1-2 градуса. Ну не смертельно. Я вам показывал первые цветы. Просыпаются. Этого они не боятся. У вас, надеюсь, тоже. Добрый вечер. Да нет. И вам тоже. Добрый вечер. Влад. Добрый вечер. Олег Медзиев. Добрый вечер. Две недели идут дожди. Вот это да. Вот вам и априкосы. Как они не любят дожди. Сухости не боятся. Итак, значит. Это я воспоминал Олега Людовича. Вот. Елена Гусева-Лемелянова. Добрый вечер. Начала прививать. С 3 апреля. Еще не закончила. Елена, вы извините. Это не как-то. Ой, там холодно. То ветер, то дождь. Но думаю, это позволит понять, когда в моих условиях лучше начинать прививать. Какой период положительный. Процент прививающего. А вы настоящие ученые. Я это. Потом поделитесь с нами. Начала с абрикосов груш. Потом сливы вишни. Теперь ждут яблони. Вот вопрос. Если болтаются бутынки периодически, они не сломают прививки. Просто первый раз. Я вам показывал ее фотографию. Два человека поделились своим опытом. Закрепляйте бутынки как хотите. Хоть укрепляйте. Типа способ называется якорный. А может быть по-другому. Там плоти кирпича. Так что сделайте так, как мы нельзя с вами. По третий час разговариваем. Нас научили двое хороших ребят. И тогда у вас они не сломаются. У нас очень теплый апрель. А прошлый апрель привал 21 числа. Лежал сколочь. Снег привел в 21 апреля. Ой-ой-ой. А ну и правильно, гремлянам это вам не подарок. А сейчас в этой неделе словно наделал о чем. Меняется климат. Первый раз я такое вижу, чтобы в Красноярске 500 километров сели меня. А то мне мордой тыкали. А у вас конечно лучше, чем на Украине. А у нас север. Они видят плоды, как на Украине. Вот у нас климат, как на Украине. Это неправда. Но именно в этом году я все время сравнивал. Друзей хватает в Красноярске. Климат одинаковый. Как это случилось, я и сам не пойму. И вот вы подтверждаете. Третью неделю словно май. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин